Добрый день! Меня зовут Павел. Я отец Виктора Антимонова, которого, наверное, все уже знаете, рассмотрите этот канал. Хотел бы рассказать вам о нашей поездке к Давиду. Мы ездили к Давиду в начале ноября и в течение недели лечились всей семьей. Хочу сказать конкретно по своим ощущениям, то, что я видел, то, что я почувствовал. Как это по себе. Я долгое время страдал головными болями. Это у меня затяжная была. Не один месяц и не один год. В среднем я выпивал в день 3-4 таблетки обезболивающего. От безобидных достаточно спутболгона до сильных уже типа кетанов. Головные боли начинались резко. Связано было, как правило, это со сменой погоды либо с каким-то нервными ситуациями, которые сейчас в нашей жизни бывают. Что хочу сказать. Буквально на третий-четвертый день головные боли у меня прошли и больше с тех пор ни разу не возвращались. То есть мы вернулись в середине ноября Давида и на данный момент, сегодня у нас конец декабря, скоро Новый год, я ни разу не болела голова, я не выпил ни одной таблетки. Это первый момент, который вот я очень хорошо почувствовал. Второй момент в конце лета, то есть в августе месяце, я перенес двустороннее воспаление легких. Как получилось, что не знаю, но запустил этот момент и узнал уже совершенно случайно, когда уже говорить не мог и постоянно кашлял. Оказалось, воспаление легких, которое успешно было вылечено, но после воспаления легких я продолжал кашлять. То есть самого воспаления уже рентген не показывал, но кашель продолжался не такой сильный, как был при именно воспалении, но он был ночной. То есть когда я ложился, я начинал кашлять. Это также полностью прошло. Не помню на какой день, но оно прошло полностью. Я не кашляю сейчас и в общем чувствую себя намного намного лучше. В первую очередь из-за отсутствия головной боли, во вторую очередь из-за отсутствия кашли. Что еще хочу сказать, именно по Виктору, тоже интересный момент. После нескольких сеансов с Давидом в живую. У ребенка начало меняться поведение, причем меняться вот в какую сторону. Если раньше он что-то хотел, то он не мог ждать. То есть ему говоришь, Витя, подожди, пожалуйста, пять минут, и мы через пять минут это сделаем. Его это никак не волновало, ждать он не мог. Через несколько сеансов в какой-то момент я заметил, что ребенок сидит, играет и никому не лезет, когда я был на процедуру, жена, брат его. Он ждал, ему сказали, что видите, сейчас идет папа, мама, бабушка, дедушка, кто-то из нас идет на процедуру, что ему нужно подождать, и он совершенно спокойно сидел и играл, и никого при этом не трогал. Взгляд по его поведению это было самое удивительное, причем это произошло резко. То есть когда эти переключили ребенок, то не мог ждать ни минуты, то есть сеанс длится, смотря какой там терапии, жене в шее делали спину. Это долго достаточно по времени, и он сидел, он не лез никому из нас, он не лез туда, он спокойно сидел, играл, сам себе брал чай, пил, нас не трогал. То есть вот это вот резкое очень изменение в поведении, это очень сильно бросилось в глаза. Ну вот, наверное, все, что я вкратце хотел вам рассказать. Спасибо за внимание. С наступающим Новым Годом!